Не судите строго, я это сделал в целях юмора и стёба. Поехали! Ку, всем привет! Бороздя просторы интернета, я наткнулся на следующие ролики, которые капец как популярны на просторах ютюба. И как вы поняли, эти ролики про то, как сделать Xiaomi Note 5 или Mi 8 на айфон 10. Он у меня очень сильно бомбит. И тут я подумал, ну а я что лысый что ли? Я тоже хочу миллион просмотров, и надеюсь у меня всё прокатит. Ведь появился такой странный тренд, ну или ещё один стимул заказать аппарат от Xiaomi. Я знаю, что вы тут скажете на это. Ты втираешь мне какую-то дичь! Ну а чтобы я смог реализовать эту задумку, я сразу же набрал другу, который работает в типографии, и объяснил ему ситуацию. Он сказал, что я тот ещё дебил, но идея ему понравилась. Значит он в принципе такой же. Всем привет! Немножко отступлю от темы. Друзья, я напомню про конкурс, который в ролике на обзор Redmi 6A. Переходите по ссылке, участвуйте, там всё просто. Подсказка перед вами. Итак, чтобы сделать айфоны с Xiaomi нам потребуется непосредственно сам Xiaomi Note 5, или как я уже говорил Mi 8, строительный фен и виниловая плёнка. Обязательно с вырезом под яблоко. Ради этого надкусанного яблока люди готовы на многое. Вырез будет прямо на сканере отпечатка. И так как у нас с вами тут тот ещё колхоз, то пришлось делать надпись iPhone отдельно. А вообще есть плёнки, где уже готовая надпись прямо на виниле. Но-но, даже не думайте писать, как стрёмно у меня получилось. Напомню, это сделано только для демонстрации вам ещё одного повода покупки бюджетного телефона. Ради превращения его в самый мажористый смартфон этого года. Ну там ещё есть Note 9. Это как личинка превращается в бабочку. Ну или наоборот. Ну только с смартфонами. Блин, это так убого! А вам так не показалось? Напишите свои мысли по этому поводу в комментариях. Очень интересно ваше мнение. Короче. Так как хотела сделать всё быстрее, плёнка у нас оказалась самой дешёвой и у***чной. Не было времени ждать хорошую. Поэтому настрою вас сразу. Косяков тут будет миллион. Но вы их вряд ли увидите. Но главное ведь результат. А кто там будет присматриваться где-нибудь в маршрутке? Как говорится, ям доширак, но зато с айфоном в кредит. А тут даже кредит брать не придётся. Знай своё место, нищеброд. Да ладно, ладно, шутю про нищебродов. Во всём же сами люди виноваты. Что не могут себе позволить лучший телефон загнивающего запада. А не наша власть. На самом деле это сарказм. Ну кстати, лень ещё никто не отменял. В общем взяли мы телефон и приступили к поклейке плёнки. Короче, колхозить так колхозить. Но главное, если захотите сделать так же, то учтите. Желательно делать это прямыми руками. Но что у меня, что у Сёмы, они временно недоступны. И мы начали исполнять эту задумку теми, что есть. Винил лёг, мягко говоря, не очень. А грубо говоря, вообще. Просто пи***ец. Потому что он даже не перфорированный. Ну то есть не пористый, чтобы воздух выходил. Тут придётся самому выпускать иголкой. Далее нужно загнуть края плёнки к телефону. Это тот ещё геморрой. Для этого нам потребуется строительный фен. Так как плёнка полная дерьмищи, то получилось как-то так. Хорошо, хоть телефон не перегрели. Далее берём не очень острый канцелярский ножик, как выяснилось, для эффекта полного дерибаса. И начинаем вырезать на черновую. А чтобы смотрелось более-менее, я советую в идеале использовать скальпель. Делаем всё аккуратно. А то наш айфон будет стрёмно смотреться. Хотя кого я обманываю, тут и так всё стрёмно смотрится. Итак, вырезали основу. Далее на очереди идёт прорезание плёнки в районе камеры. И прочие отверстия. Прорежем контур в более-менее чистовую. Дырки под микрофон, разъём, наушники. Да-да, это дырки, а не отверстия. Это, в общем, получилось как-то так. Давайте, так скажем, положим вишенку на тортик. Наклеим саму надпись айфон. Сделали её побольше, чтобы было видно, что это айфон. Надеюсь, я найду сайт, с которого можно заказать такую плёнку. Я закреплю её в описании. А если нет, то кто найдёт, напишите в комментарии. Некоторые люди скажут спасибо. Знаю, знаю, что ужасно. Но если найдёте чела с прямыми руками и закажете хороший винил, желательно со всеми вырезами, то будет вам реально счастье. Хрен кто отличит. Напомню, на русскоязычных сайтах я не нашёл таких плёнок вообще. Ну, держите идею для стартапа. Делайте плёнки. Только с качественного винила. Измерьте все размеры. Делайте сайт одностраничник. И будут вам заказы направо и налево. Думаю, найдёт своего покупателя 100%. Особенно у нас в Казахстане. Ведь у нас тут ходит следующая поговорка, что понты дороже денег. Или казах без понтов, без понтовый казах. Думаю, такая тема будет особенно актуальна. Но это не точно. Всё-таки это вариант для тех, у кого денег хватает только на Xiaomi, на желание купить айфон очень высоко. Да ещё и не простой айфончик десяточку. А если ещё иконки установите с айфона на ваш смартфон, то всё, наебка удалась полностью. Тема с иконками от айфона называется iOS 9. Ну, всё очевидное просто. В общем, так скажем, айфон десятый, да ещё и на андроид, может обойтись вам всего лишь за 200 долларов. А по распродаже он будет продаваться за 160, за 180 баксов. Да ладно, ладно, пародия на айфон десятый. Но хрен различишь, если честно, если ты айфон даже в руках не держал. В общем, по итогу получилось следующее. Как знакомство со страшной девушкой? Вы спросите, в смысле? Ну, в смысле, с пивком сойдёт. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, ролик поднял вам настроение. Напишите свои мысли по этому поводу, будет интересно почитать. Всем спасибо. Ракушка в конце. Ракушка. 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 Продолжение следует...